Казахстан добывает десятки миллионов тонн нефти, экспортирует и перерабатывает у себя, но порой у нас очереди на заправках, а в последнее время резко упала цена на нефть на мировых рынках, но на стоимости бензина у нас это не сильно отразилось, хотя он немного и подешевел. Почему? Цены на топливо заметно растут, когда дорожает нефть, а вот обратного эффекта мы не видим, когда она дешевеет и сколько должен стоить бензин в Казахстане на самом деле. Это реальный сектор с Магомедом Аслахановым. Тема обсуждаем с экономическим аналитиком Айдарханом Кусаиновым и заместителем директора компании Кулнафта Ермеком Магомедовым. Добрый день, спасибо за участие в программе. Чтобы разобраться, как у нас складывается ценообразование на рынке ГСМ, я предлагаю сначала посмотреть динамику стоимости нефти и бензина. Итак, баррель марки Brent в сентябре минувшего года стоил 100 долларов, в ноябре уже 77, через месяц 70, а в текущем месяце примерно в районе 47 долларов за баррель колеблется цена, то есть почти наполовину подешевела нефть. И теперь для сравнения посмотрим еще один слайд, который отражает динамику цен на бензин в Казахстане. Берем самый ходовой, 92, и видим, что в июле он стоил 115 тенге за литр. В августе цена поднялась сразу до 128, затем декабрьское снижение до 115 и еще одно удешевление до 109 тенге. Это сегодняшняя цена, то есть нефть упала наполовину, а бензин совсем незначительно. Айдархан, сопоставим показатели нефти и бензина и не видим логики, чем обоснована такая цена получается. Ну, на самом деле цена трудно привязываться к мировой цене на нефть, обсуждая цены на бензин в Казахстане. По той простой причине, что внутренние цены в Казахстане для заводов, то есть внутренняя стоимость нефти, она совершенно никак не связана с мировой ценой. Ну, так у нас организован рынок, что существует обязательство в контракте по поставкам нефти на внутренний, на переработку на внутреннем рынке. И административными мерами, механическими метрами производители заставляют заходить на внутренний рынок. В связи с этим у нас появляется такой совершенно, извините за тавтологию, нерыночный рынок, да, когда заставляют отгружать нефть. Соответственно, внутренняя цена достаточно низкая складывается, и отсюда складывается, ну, соответственно, и цена на бензин. Поэтому, когда мы видим, что там цена на нефть ушла в 150 долларов, это не важно, внутренний рынок, он и остался там 50 долларов. Но цена на нефть мировая упала, это опять не важно. Ярдек, вы работаете на рынке, у вас есть НПЗ, мини-НПЗ. Как вы смотрите на эту ситуацию, когда динамика нефти и цена на бензин вот такая разная? Ну, я согласен с Айдарханом, да, у нас цены на внутреннем рынке Казахстана, то есть они всегда у нас ниже, чем это было в мировом рынке. Ну, соответственно, сейчас, на данный момент, если смотреть, рассматривать январь месяц текущего года, то цены на нефть во внутреннем рынке, давательское сырье, оно пошло в сторону понижения. Наконец-то. Ну, это из чего складывается себестоимость нефти, переработка, транспортировка, маржа с продажи и налоги, да? Можем примерно просчитать, Айдархан, как аналитик, можете просчитать, сколько должна стоить сегодня нефть в Казахстане, не нефть, а бензин в Казахстане в зависимости от мировой цены на нефть? Я, это достаточно сложно просчитывать, да, потому что нужно брать там среднюю себестоимость, среднюю, что называется, по больнице, себестоимость нефти, да, она сильно меняется от месторождения к месторождению, там, в зависимости от производственного цикла, от особенностей нефти, от качества нефти и так далее, да? То есть, здесь нужно говорить по какой-то средней, по больнице, это один момент. Второй момент, хорошие, легкие, качественные, скажем так, нефти у нас, это те, которые на внутренний рынок не попадают. В первую очередь, Тенгиз, это Карачаганак, да, то есть, еще раз, в силу того, что у нас на внутренний рынок попадает нефть под административным давлением, то, естественно, попадает туда нефть, ну, не самых крупных месторождений, не самое качественное, ну, то есть, грубо говоря, от тех производителей, которые не могут противостоять, там, административному давлению. Поэтому, это один аспект. Второй аспект заключается в том, что и цена на бензин у нас регулируется, это второе, ну, опять административное, там, волевое усилие, да, ну, все знают, что розничная цена у нас там, мы не можем говорить о рыночной цене, вот она 115, вот она стала, там, 128, она стала 109. Почему так, я могу сказать, там, антимонопольному, там, ведомству, наверное, виднее, да, поэтому достаточно сложно, сколько должна стоить реальная цена. Если вот по такой системе посчитаем, Айдархан, вот когда была цена, вы можете еще раз посмотреть на слайды и сопоставить по такой простой схеме, если 100 долларов стоила нефть, на тот момент бензин у нас стоил 128 тенге, сегодня, когда, ну, на сегодняшний день 49 долларов баррель нефти сегодня у нас, а цена бензина сегодня 109 тенге, и выходит, теперь считаем, Айдархан, я по-своему считаю, такую простую математику делаем, выходит, нефть упала на 51%, это означает ли, что бензин тоже должен на 51% стать дешевле? Я здесь хочу обратиться вот к коллеге Ермеку, да, который реально в рынке, вы можете сказать, какая реальная была внутренняя цена на бензин, там, ну, в том же августе примерно, там, на заводе? В том же августе цена на бензин 700 долларов была? Ой, на нефть. На нефть. На нефть, если рассчитывают, когда вы сказали 100 долларов баррель, да? Да, а внутренняя цена такая была? Тогда цена внутреннего рынка 340-350 долларов была на внутреннем рынке. То есть, понимаете, при мировой цене 700 долларов за баррель, вот от чего вы хотите считать? 700 долларов за тонну, да? Да, за тонну, да. Это неправильно. В августе нужно считать, когда бензин у нас стоил 128 тенге, на внутреннем рынке нефть у нас стоила 340 долларов за тонну. Это около 50 долларов за баррель. То есть нужно говорить так, в реалиях казахстанского рынка внутренней цене в 50 долларов за баррель соответствует цена бензина 128 тенге за литр. Сегодня мировая цена изменилась, она упала со 100 до 50, для внутреннего рынка цена не изменилась. На внутреннем рынке она в августе была 50, но сейчас стала 45, потому что мировая цена упала. До тех пор, пока мировая цена выше 50, у нас внутренний рынок как стоит 50, так он и есть 50. Вот в чем идея. Поэтому когда у нас идет разговор, что мировая цена стала 150, а у нас бензин не сдвинулся. Он не сдвинулся, потому что внутренняя цена не поменялась. Мировая цена упала до 50 долларов. У нас цены на бензин не могут сдвинуться, потому что внутренний рынок как был 50, так он и был 50. Другое дело, что когда цена упадет до 30 долларов, вот тогда только мы увидим какое-то снижение цены на внутренний рынок. В зависимости, когда будет падать внутренняя цена на внутреннем рынке нефти ниже. Да, то есть когда мировой рынок упадет ниже внутреннего рынка, то тогда у нас и внутренний рынок начнет тоже снижать цену. А до этого момента, понимаете, неважно, хоть 1000 долларов на мировом рынке будет, у нас внутренний рынок 50, поэтому дальше все фиксировано. Ермяк, вы из России поставляете бензин на казахстанский рынок, правильно? Там какая ситуация, вы можете какую-то оценку дать? Ну, в России удешевление бензина, многие эксперты считают, это связано, скажем так, с падением рубля. Это никак не влияет на падение цен нефти на мировом рынке. То есть все же это все связано именно с рублем, потому что многие организации, они кредитуются в долларах. Ну и, соответственно, поэтому и топливо у них стало дешевле, чем было. И в целом, поскольку они кредитуются в долларах, нефтяные компании, работающие на российском рынке, они, Айдархан, они, как отмечают некоторые эксперты, они смотрят не за мировой ценой также на нефть, а следят за курсом рубля и по нему ориентируются, когда регулируют цены на бензин. Там, на самом деле, нужно понимать, что мы говорим о двух принципиально разных моделях регулирования, вот в России и в Казахстане. Я уже сказал, в Казахстане нет рыночного регулирования внутренней цены. Есть просто приказ производителю поставить какой-то объем на завод. Вот. Все. И все счастливы. В России ситуация... Кстати, отсюда у нас проблемы с модернизациями заводов, потому что это никому не интересно. Понимаете, в России поставлена на экспорт большая экспортная пошлина. Она в 10 раз больше, чем в Казахстане. Они ее снижают, они ее регулируют. То есть, российская компания... Казахстанская компания находится в такой ситуации. Чтобы что-то продать на экспорт по 100 долларов за баррель, она должна на внутренний рынок поставить какой-то объем по 50 долларов. Для российской компании там по-другому. Там из-за того, что стоит большая экспортная пошлина, она может продать на экспорт за 100 долларов, но заплатить 50 долларов пошлины. То есть, для нее цена останется 50. Либо продать на внутреннем рынке за те же 50. И понимаете, получается, что у российской компании нефтяной что на экспорт, что на внутренний рынок, это одинаковые направления зарабатывания денег. То есть, он может и сюда, и сюда, и в принципе цена получится одинакова. Поэтому компания начинает развивать НПЗ, ну, искать, делать эффективно и качественно. С точки зрения казахстанской компании, она вот поставила необходимый минимальный объем на казахстанский рынок. Она совершенно четко для себя потеряла. То есть, вот это направление для нее убыточное, а вот это прибыльное. Соответственно, инвестиционные программы, которые выстраивает наша нефтяная компания, она будет инвестировать в добычу, в больший экспорт. Потому что для него это заведомо убыточное. И вот эта обязаловка, то есть, когда к нефтянику приходят и говорят, стране нужно, чтобы ты отдал нефть дешевле. Компания отдает нефть дешевле и потом говорит, если стране дальше нужно, чтобы были переработка, пусть страна инвестирует в заводы. Я не буду инвести, я свой гражданский долг выполнил, я дешево нефть отдал. Как там будет совершенствоваться рынок, как там будут работать заводы, это мне неинтересно. Я вот дальше иду на экспорт. Поэтому у нас совершенно две разные модели. Поэтому российский бизнес, он с самого начала, без вот этих вот, внешних толчков предусматривал инвестиции в заводы. Он их развивал, потому что для него такой же канал заработка. Он развивал эти рынки, он там конкуренцию обострял. У нас, в том числе, если я правильно понимаю, очень много трейдеров на рынке. Просто потому, что опять компаниям не так выгодно заниматься внутренним рынком. Я отдал, да, ну в смысле все, отстаньте от меня, я свой гражданский долг выполнил, я дальше пошел, я буду там работать, как нефтяная компания экспорт. Здесь кто хочет, там зарабатывайте. Трейдеры, другие компании зарабатывают. Ермин, как вы работаете с поставщиками сырья? С недропользователями самими. Да, заключаются прямые контракты в виде давательского сырья. Потом с этим уже сырьем мы заходим непосредственно на НПЗ. Там перерабатываемся и получаем свои продукты готовые. Насколько накрутки, дорого, недорого, посредники участвуют в вашем процессе? Или легко выйти прямо на поставщика? Посредников убрали, это тоже регулируется законодательными актами, да, конечно. Так что там в любом случае сидит маржа трейдера. Ну и все. Айдархан, у нас в разных странах от 1 до 15 долларов себестоимость нефти. В Казахстане от 8 до 40, как отмечаются некоторые эксперты. В чем это такая? В Казахстане от 9 до 40, как отмечаются некоторые эксперты.